В Кирове стартовал ремонт лестниц. 10 пролетов приведут в порядок ко дню города. Еще 14 маршей находятся на стадии согласования с МЕД. Однако, по словам активистов Общероссийского народного фронта, аварийных лестниц в городе меньше не становится. А разрушенные ступеньки и поплывшая брусчатка – это лишь часть проблем. Зачастую кировчане недовольны даже свеже отремонтированными маршами. Почему? Разбиралась Ульяна Издакова. Мой вам совет. Спускаясь по лестнице около дома на Ленина 84, будьте аккуратны и смотрите под ноги. Прямо посередине лестницы плитка треснула и провалилась. Перил нет. Будете падать – ухватиться будет не за что. А ведь эту лестницу отремонтировали в прошлом году. Недавно привели в порядок и ступеньки около театра на Спасской. Но что мы видим? Брусчатка поплыла, пандуса и вовсе нет. Да, вроде бы отремонтировали, вроде бы что-то поправили, но все равно горжанам не нравится. Потому что требования доступности не соблюдены. Продолжают ремонтировать ступеньки с разной высотой, с разной шириной, с нехорошими поручнями. И людям все равно неудобно по этим лестницам ходить. В подтверждении слов – возмущение прохожих в адрес свеже отремонтированной лестницы на Комсомольской. Ступени сделали разной высоты. Поэтому, когда поднимаешься, ноги обступаются. Вот как так можно делать, я не понимаю. Это абсолютный брак. Это халтура. Что уж говорить о старых и разбитых пролетах, продолжили активисты. Только за начало апреля кировчане прислали в УНФ фотографии 17 разбитых лестниц. В том числе на проспекте Строителей 5, Воровского 10, Ленина 207. Активисты отправили снимки в администрацию. 10 лестниц решили привести в порядок к дню города. И действительно, работы стартовали в начале мая. Часть маршей отремонтируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Еще несколько объектов благоустроят за счет городского бюджета. Потратят полтора миллиона муниципальных средств. Карло Маркс – это у нас от участка Катышко-Ожевского до улицы Профсоюзной. Это Строителей 46, это Горького 56-54. Это у нас Комсомольская 27 этого года. Речь идет именно о ремонте, а не реконструкции объектов, подчеркнул подрядчик. Убираем старое основание, которое было ранее. И, соответственно, укрепляем лестницу железным основанием. Сделаем ее в кассеты, собираем плитку. И на клей укладываем плитку. Потом штукатурим, затираем швы. Ну, в принципе, получается отремонтирована лестница. И вроде все так. Но почему тогда аварийных лестниц в городе не становится меньше? В городском бюджете средств не хватает. А федеральные программы стартовали лишь в 2017 году. Накопилось, объяснили все те же активисты ОНФ. Вот теперь городские власти и наверстывают упущенное. К слову, в планах администрации отремонтировать еще 14 пролетов. Сейчас они находятся на стадии согласования с МЕД. Ульяна Ездакова, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.